Теперь давайте посмотрим на слово «собрали». Это слово встречается здесь несколько раз. Что же оно означает? «И сказал Господь Моисею, «Вот я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день». Люди собирали лишь на один день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. «Оправдают ли они мое доверие?» День покоя будет испытанием для их веры. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. Итак, в чем же смысл этого собирания? И чья это была идея? Это было решение самого Бога. Он повелел собирать. И вот такой вопрос, как применимо это к нам сегодня, что мы с вами собираем? Для евреев это было пропитание. В современном обществе далеко не каждый фермер. Вы могли бы сказать, что сегодня собирание — это жатва урожая. Но очень многие сегодня работают на заводах, в магазинах, многие разъезжают по делам, у кого-то свой бизнес. То есть собирание — это то, что вы делаете, чтобы приобрести еду. Вы можете получать заработную плату, затем идти в магазин и покупать себе пропитание. Поэтому ваш труд можно считать формой собирания. Так что в современном обществе собиранием можно считать любой труд, а не только работу в поле, в сельском хозяйстве. Так что здесь подходит слово «работа», зарабатывание на жизнь, собирание как профессия, род занятий, или даже служение. Кто-то из нас несет служение в церкви, или другой организации получает за это зарплату. Поэтому, несмотря на то, что это служение, это становится для нас формой собирания, хотя главное для нас исполнение призвания Божьего. Но когда же собирать неправильно? Когда это становится богопротивным делом? И здесь несколько правильных ответов. Когда мы не можем или не желаем остановиться, и находится немало людей, которые не могут остановиться. 27 стих. Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать и не нашли. Собирать было нечего, но тем не менее не вышли, чтобы что-то найти. И это очень сильно разгневало Бога. И он обращается к Моисею и говорит, «Ну когда же они поймут? Когда же они осознают, что шесть дней они могут собирать, но не семь? Долго ли еще будете уклоняться от заповедей моих?» говорит Господь Моисею. Смотрите, Господь дал вам субботу, это дар. Вы не должны работать в шестой день. Вы можете не работать, но вы не можете остановиться. Вы становитесь одержимыми собиранием. И мы с вами можем быть такими. Нам может казаться, что мы угождаем Богу, когда так усердно работаем день за днем. И знаете, слово «амбиции», они имеют разный оттенок для разных людей. В моей стране это слово воспринимается как нечто хорошее, как положительное. Это значит, что человек не ленивый, что если у него есть амбиции, он будет использовать возможности, которые выпадают на его путь. Он будет учиться, будет работать и так далее и далее, в отличие от других, которые ожидают, что кто-то будет за них что-то делать и будет их кормить. Но слово «амбиция» может иметь негативное значение. Скажем, здесь, в России, оно имеет оттенок злоупотребления другими людьми. И злоупотребление людьми имеет негативный оттенок, где бы вы ни жили, в России или у нас, в Америке, когда вы отталкиваете их со своего пути, когда вы пытаетесь переступить через чьи-то головы, когда используете разные хитрости, интриги, чтобы продвинуться вперед. Но как бы там ни было, людям не хочется, чтобы их считали ленивыми, вот они и работают. Но порой работа может выйти из-под их контроля, и они уже не знают, как остановиться. И это как раз признак того, что собирание становится неугодным Богу. Именно поэтому я говорил о важности завершения на предыдущей лекции. Итак, собирать нельзя, когда мы не можем или не желаем остановиться. Но также и в том случае, если мы собираем больше, чем нам нужно. И это мы можем делать по разным причинам. Жадность. Человек, который одержим жадностью, хочет заполучить все. Им недостаточно делать все наилучшим образом. Они сами хотят быть наилучшими, стать самыми великими, и они ни перед чем не останавливаются, чтобы оказаться впереди, на самом верху. Они хотят получать больше, чем отдавать. Но Бог таким образом посылал ману в пустыне, что она начинала портиться, если оставалась на следующий день. Еще одна причина — страх. Очень многие люди в нашей стране выросли в тот период, который называется Великой Депрессией. Да я думаю, и весь мир переживал в 30-е годы прошлого века трудные времена. И люди, подобно моему отцу, боялись, что они опять станут бедными. Они пережили такую нищету в своей жизни, что из страха повторения этого они готовы работать, работать и работать. И поэтому у нас в обществе так много трудоголиков, которые все сохраняют про запас, собирают и не могут остановиться. Из страха опять стать нищими, как когда-то в своем детстве. Есть еще одна причина. Недостаток веры, доверия Богу. Достаточно работать шесть дней, потому что за эти шесть дней Бог даст вам достаточно, чтобы прожить седьмой. Вы должны доверять Ему, чтобы насладиться субботой, насладиться этим святым временем. И мы вновь и вновь убеждаемся, что слово доверие связано с понятием субботы. Суббота — это еженедельная проверка нашего доверия Богу. Будем ли мы продолжать собирать, продолжать работать и потом с гордостью заявлять, что я работаю семь дней в неделю, я настолько хороший работник, я настолько необходим, незаменим. И даже в служении, если вы пастор церкви или служитель, вы можете говорить, ну столько потерянных душ, я семь дней в неделю без передышки служу Христу, неужели это может быть неправильно? Неужели в этом может быть что-то плохое? В искреннем желании благовествовать семь дней в неделю. Конечно, если кто-то хочет прийти ко Христу и стучит к вам в дверь в седьмой день, когда у вас день покоя, конечно, вы поговорите с этим человеком, постарайтесь сделать это как можно скорее. Но если Бог говорит, я хочу, чтобы вы были святы, останавливаясь и отдыхая, я хочу, чтобы вы доверяли мне, что я восполню ваши нужды. Седьмой день, день покоя, вам достаточно работать шесть дней, доверяйте мне, говорит Господь, и мы должны научиться доверять в этом Богу. И опять же, а без веры угодить Богу невозможно. Апостол Павел цитирует книгу Исход 16 главу 18 стих во 2 Коринфянам 8.15 Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка. И он пишет это, обращаясь с призывом жертвовать Коринфской церкви. А в церкви были люди, которые пытались удержать у себя, которым трудно было поделиться чем-то с другими людьми. Павел пришел собрать пожертвования в Коринфской церкви для других христиан, а они, имея богатство, не желали делиться. Они не понимали, сколько достаточно для них. Они считали, что сколько бы они не собирали для себя, у них все равно не будет слишком много. И собирая мало, может оказаться слишком мало. Но у Бога все совсем по-другому. Этот принцип мы находим еще в книге Исход, в 16 главе, в 18 стихе. И Павел цитирует этот стих, показывая, что принцип вневременной. И чтобы понять, не собираем ли мы слишком много, мы должны себе напомнить, вот что повелел Господь, собирайте его каждый по столько, сколько ему съесть, по гаморру на человека, по числу душ, сколько у него в шатре, собирайте. И сделали так, сыны Израиля, вы собрали, кто много, кто мало, и мерили гаморру, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Итак, я повторюсь, когда надо перестать собирать? Тогда, когда мы собираем больше, чем нам необходимо, и мы не в состоянии остановиться. Наше собирание, наша работа выходит из-под нашего контроля. И вот принцип субботства, я называю его Божьей математикой. Посвятите Богу один из семи дней. Помните, Он радуется, когда вы отдыхаете, и Он не оставит вас в нужде и в день покоя. Верите ли вы этому? Подумайте об этом. Доверяете ли вы Богу, что Он силен обеспечит вас днем покоя, чтобы вам не пришлось работать семь дней подряд? Многие люди не доверяют в этом Богу. Многие верующие не доверяют Богу. Они думают, что все зависит от них, что Бог не совершит это чудо, не даст им собрать достаточно за шесть дней, чтобы хватило и на седьмой. Смотрите, Господь дал вам субботу, это дар, суббота, покой. Именно поэтому на шестой день Бог дает хлеба на два дня. Божья арифметика. Когда дело касается труда, шесть больше, чем семь. Вы будете более здоровыми и счастливыми, работая шесть дней, чем семь. И кроме того, у вас будет возможность остановиться, задуматься и измениться, используя всего лишь этот один день. Если, конечно, вы не раб, если, конечно, у вас нет выбора. Научились ли вы уповать на Бога и Его попечение, а вас во времена нужды, болезней, бед и страданий, а также посреди моря работы, готового целиком поглотить вас, во времена, когда работа кажется спасительным выходом, доверяете ли вы Богу в такие времена? Выражается ли это доверие Богу в вашей способности вовремя прекратить собирать для себя и окружающих? Проявляется ли ваше упование в еженедельном соблюдении субботы как времени покоя? Это очень важно. Признать, что Бог ожидает, чтобы вы отдыхали в седьмой день. оправдаете ли вы его доверие? Покой, радость, доверие Богу. Это время продемонстрировать доверие Богу посредством соблюдения субботы ради Бога и на радость Ему. Бог действительно радуется, когда мы отдыхаем, ибо субботний отдых это радость, доверие Ему. Найдите время сделать следующее. Опишите случай, когда в исполнении своей нужды вы положились на Бога. А также опишите случай, когда вы не доверились Богу в исполнении своей нужды. Вы работали слишком много, устали, и, возможно, вы допустили эту ошибку, потому что слишком сильно уповаете на себя, на свои силы, а не на Бога, того, кто сказал «Я даю вам покой». На своих личных примерах объясните взаимосвязь между доверием и покоем. И когда вы научитесь доверять Богу в этом вопросе, тогда вы сможете иметь покой. А пока нет доверия, которое угодно Богу, то мы так и не узнаем, что такое покой. Покой, который рождается из доверия, доверия Богу, что Он любит вас, заботится о вас. Он тот, кто кормит птиц небесных, рыбу в море, и Он обеспечивает вас. Причем дает вам достаточно, чтобы у вас была возможность иметь время с Ним в святом покое. Покой. Радость, доверие Богу. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарий.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.